В Казахстане могут поднять тариф на воду. Премьер Алихан Смаилов поручил профильным министерствам в течение месяца предоставить необходимые расчеты, а вырученные средства направить на модернизацию инфраструктуры, которая в нашей стране крайне изношена. Примеров тому немало. В апреле без воды на несколько дней остался целый город Балхаш. Перебои наблюдались также в Семее и селах Авабайском и Акмолинской областях. А еще удорожание должно побудить казахстанцев экономить воду, поскольку сейчас они пользуются ею с расточительностью. Яна Гладкова с подробностями. Казахстан может войти в категорию стран, крайне нуждающихся в воде уже через 30 лет. С этого заявления начал свое выступление Алихан Смаилов на заседании правительства. И уже сегодня наблюдаются тревожные звоночки, говорит премьер. Целые города и села днями и ночами напролет сидят без живительной влаги. В апреле из-за порыва магистральной трубы на несколько дней без питьевой воды остался целый город Балхаш. В результате падения водонапорной башни села Андроновка Абайской области осталось без водоснабжения. Порыв Семей оставил без воды более 70 домов и 11 населенных пунктов Акмолинской области. И это лишь некоторые примеры. Только за один месяц негодуют Смаилов. Всему виной изношена инфраструктура, а в некоторых населенных пунктах ее вовсе нет. Более 600 тысяч казахстанцев не обеспечены питьевой водой. Найменьший уровень охвата питьевой водой в городах отмечается в Жамбылской области, в селах, в Костанайской, Акмолинской и Североказахстанской областях. По итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4%. И в селах 94,5%. Стопроцентный доступ к услугам водоснабжения имеет городское население лишь в 9 регионах. Правда, те казахстанцы, которым повезло пользоваться этим благом цивилизации, не всегда рационально его используют. Многие граждане не хотят экономить воду, возмущается премьер. Возможно, после поднятия тарифа они станут более хозяйственными. В целях рационального водопотребления Министерству нациэкономики совместно с Министерствами индустрии и экологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду. Важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры. Еще глава Кабмина поручил провести мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в стране и в месячный срок внести в правительство перечень объектов с высоким риском аварийности. А также до конца года обеспечить завершение всех долгостроев по питьевому водоснабжению, из-за которых 220 тысяч казахстанцев живут без центрального водопровода. Яна Гладкова, Нуржан Махмутов, Алмаз Жулубаев, Астана Таймс.